Рак. В цивилизованных странах заболевают им приблизительно четверть жителей. Сегодня онкология близка к тому, чтобы стать причиной смерти номер один. Природу рака до сих пор до конца не могут распознать специалисты. Что-то портится в ДНК, которое говорит нашим клеткам, когда им расти, и они сходят с ума. При постоянно появляющихся новых лекарствах однозначно эффективных нет. Лечение, закончившееся выздоровлением, даже для медиков зачастую неожиданно. А сами излечившиеся, по сути, начинают жизнь заново. Мышц нету. Ты заново начинаешь их отращивать. Кости очень слабые. Ты не можешь ходить. Ты в таком состоянии, что тебе нужна постоянная помощь. Причин для возникновения рака множество. И их число постоянно увеличивается. Рак у матери возникает во время беременности. И он передается ребенку во время беременности. Но только ли от родителей ребенок может заразиться? Какие еще родственники могут передать поломанный ген, ответственный за появление раковой опухоли? В каком-то поколении произойдет случайное событие. Ген сломается еще больше и приведет к формированию раковой опухоли. Первые случаи рака зафиксированы еще в древние времена. Это болезнь с тысячелетней историей. И если почти нет шансов избавить Землю от этой глобальной проблемы, то как обезопасить себя, хоть в какой-то степени уменьшить риск заражения? Новость о том, что у популярной певицы Жанны Фриске рак четвертой стадии шокировала всю страну. Звезда узнала о своей болезни вскоре после рождения сына Платона в августе 2013-го. Родственники и друзья Жанны до последнего старались сохранить диагноз втайне. Почему певица, которая была в отличной физической форме, правильно питалась и занималась йогой, заболела таким страшным недугом? Ответа на этот вопрос нет. Однозначно враги могут сказать только одно. У Фриске злокачественная неоперабельная опухоль головного мозга – глиобластома. Раковые клетки образуются во мне, в вас прямо сейчас. Они все время образуются. Тысячами. Но в большинстве случаев это не проблема, потому что иммунная система это замечает, и она уничтожает такие клетки. Поэтому на рак могут влиять любые факторы, которые так или иначе способствуют этим поломкам в клетках, которые приводят к тому, что клетки забывают о том, что они часть многоклеточного организма. Но что стало причиной столь стремительного развития опухоли у известной певицы? Специалисты рассматривают все возможные варианты – наследственность, вредное влияние окружающей среды. Ведь долгое время певица находилась на съемках в экзотической Мексике, затем уехала в Майами. Есть еще одна версия – опухоль могла стать последствием омолаживающих процедур с использованием стволовых клеток. Более того, врачи не исключают, что онкология была у певицы еще до беременности, которая лишь ускорила развитие опухоли. Современное лечение рака дало бы больше шансов на выздоровление. Онкологи считают, что опухоли можно было бы удалить на ранней стадии, еще во время беременности. Но певица, которая к тому времени уже знала о своей болезни, отказалась от химиотерапии ради ребенка. Одна из проблем раковых опухолей в мозгу в том, что их очень сложно лечить. Наш мозг окружен чем-то вроде щита. Он называется кровяной барьер мозга. Этот барьер останавливает попадание в мозг бактерий, что очень важно. Но он также останавливает и попадание в мозг лекарств. Что значит, что если у тебя опухоль в мозгу, то лучшие раковые лекарства не могут туда попасть. Как только информация о болезни Жанны Нафрински стала публичной, был объявлен сбор денег на ее лечение. Инициаторами выступили коллеги Жанны и российские телеканалы. Поступившая сумма была огромной – более 65,5 миллионов рублей. Жанна Нафрински приняла решение часть этих средств перечислить на лечение детей, которые тоже больны раком. Американские врачи, у которых лечилась Жанна, считали, что шансы на выздоровление велики. Певица успешно прошла курс химиотерапии в одной из клиник Майами. Затем Жанну перевезли в Лос-Анджелес. Здесь медики предложили использовать самые современные способы лечения. Среди них применение экспериментальной нановакцины, которая разработана специально для воздействия на глиобластому. Уникальный препарат активизирует иммунную систему и заставляет организм бороться с онкологией на клеточном уровне. Испытанная вакцина в Америке на людях уже прошли первичные клинические испытания. Вакцина против рака, против глиобластомы. Там что-то человек 30 использовали эту вакцину и длительность жизни увеличилась у них в 5 раз. Так обычно люди с глиобластомой живут даже леченые, нелеченые, не больше полтора года. А эти прожили по 5 лет уже. История онкологии – это безостановочная борьба с болезнью. Болезнью, которую до сих пор не могут до конца разгадать. Почему одними видами рака чаще страдают взрослые, а другими дети? Почему у одних иммунная система, привязанная избавить организм от поломанных клеток, пропускает клетки, дающие рост опухоли, а у других – нет? Рак – это неправильное деление клетки, которое возникает спонтанно под воздействием различных генетических мутаций. Начинается быстрое непрограммированное деление клетки, которое ведет к развитию самой опухолевой массы, структуры. А потом эти же клетки с помощью кровотока или путем других лимфатических путей, различных путей, омывающих органы, могут метастазировать. В 2013 году от рака погибли более 8 миллионов человек. Динамика смертности от онкологических заболеваний без преувеличения ужасает. Показатель растет с каждым годом. Люди не могут противостоять в полной мере этому заболеванию. При том, что качество медицины за последние столетия стремительно улучшилось. С чем связано увеличение количества, увеличение заболеваемости? Оно связано с многими причинами. Очень важную я уже назвал. Это постарение, старение человечества. Когда-то, ну, есть такая фраза, что каждый заболеет раком. Только надо до него дожить. Дожить до того возраста, когда развьется злокачественная опухоль. Ученые утверждают, возраст – одна из главных причин рака. Почти 90% заболевших приходится на тех, кто перешел 50-летний рубеж. Но и это еще не все. Недавно ученые британского Оксфорда нашли еще одну неожиданную закономерность. Онкологию он напрямую связывает с ростом современного человека. Средний рост европейцев увеличивается приблизительно на сантиметр за каждое десятилетие. Ученые предполагают, что именно это могло привести к увеличению статистики заболевших на 10-15%. Теории – сотни. Но что на самом деле является причиной рака, неизвестно до сих пор. В принципе, рак – это случайное явление. Рак просто происходит. Он может произойти, даже если человека полностью изолировать от окружающего мира, поместить в стерильную комнату, кормить идеальной пищей, и никакого солнечного воздействия, ничего страшного. Все равно у него может развиться рак. Это случайное явление. Разные факторы могут повышать вероятность этого, понижать вероятность. Но рак – это случайное явление. Сотрудники Университета Западной Австралии опубликовали ошеломляющую новость. Рак вызывает эко. В 16 лет ученые наблюдали за женщинами, которые прибегли к экстрапоральному оплодотворению. К концу исследования 400 пациенток из 20 тысяч заболели раком груди. Чтобы забеременеть, женщину сильно стимулируют эстрогенами и эстрогенпроизводящими препаратами, для того, чтобы было много фолликулов, из них быстренько оплодотворить и все. Поэтому стимуляция может, то есть не говорю, что в обязательном порядке она вызывает онкологию, но она может вызывать онкологию. С этим делом надо больше изучать, как застимулировать, а потом надо подумать, как бы протормозить этот процесс стимуляции. Они настимулировали, все, все, все. А здесь это продолжается, стимуляторов, понимаете, после того, как забеременела, понимаете. Поэтому быть надо осторожным. Более того, результаты исследований показали, что подверженность раку напрямую зависит от возраста. У женщин, которые решили воспользоваться современными репродуктивными технологиями в возрасте до 25 лет, вероятность возникновения опасного недуга выше в полтора раза. А после 30 лет риск заболеть раком в результате проведения процедуры ЭКО практически равен нулю. По данным того же израильского исследования, рак молочной железы развивается у женщин, которым была проведена процедура ЭКО старше 40 лет. А в другом, достаточно обширном исследовании, проведенном в Австралии, наоборот, выявлено риск развития рака молочной железы у женщин молодого возраста, моложе 25 лет. Объяснением того, что рак поражает женщин более, скажем, зрелого возраста, может быть то, что само по себе позднее материнство является фактором риска для рака молочной железы. А вот почему это происходит у молодых женщин, мне пока непонятно. Здесь требуются какие-то дополнительные исследования. Онкологи наблюдают и еще одну закономерность. Женщины, которые переболели раком молочной железы, через 7-8 лет рискуют получить рак яичников. Из-за чудовищной статистики развития рака после нескольких ЭКО на Западе больше трех процедур делать запрещено. Но в России женщины нередко делают по 7 или 8 ЭКО, забывая о невероятных рисках для здоровья. Более того, два года назад шведские ученые выяснили, что дети из пробирки страдают онкологическими заболеваниями на 42% чаще, чем дети, зачатые естественным путем. Дети ЭКО имеют 36% риск развития рака любой локализации. Причем при процедуре ЭКСИ, это когда мужская половая клетка насильственно вводится в женскую половую клетку, риск повышается до 40%. И лидерами в этой статистике являются, опять-таки, острая лимфолейкозы, это 65%, и опухоли мозга, 88%. Вообще-то страшные цифры, но если абстрагироваться от носительных и перейти к абсолютным, они не так велики. Один случай рака на 4236 рожденных детей с помощью ЭКО. Впервые о генетических изменениях в ДНК детей заговорили после того, как был открыт метод ЭКО. Дети из пробирки. Это выражение вошло в обиход почти полвека назад, когда в США появился первый в мире ЭКО-младенец. Тогда фотографии Луизы Браун не сходили с газет и журналов. Заголовки пестрели словами «Искусственный младенец», «Искусственная жизнь», «Искусственный человек». Это была фантастика, превращенная в реальность. Метод ЭКО тысячам женщин подарил надежду родить долгожданного ребенка. Ведь фраза «У вас никогда не будет детей» звучала как приговор. Сегодня почти 5 миллионов детей во всем мире были зачаты методом экстракорпорального оплодотворения. Однако до сих пор вокруг ЭКО не утихают споры. Одни называют этот метод прорывом влечения бесплодия, другие наоборот – чудовищным грехом. Родить-то можно, но главный вопрос – кого? Некоторые ученые утверждают, метод искусственного оплодотворения таит в себе множество опасностей. В целом статически значимой разницы между ними и людьми, рожденными естественным путем, не обнаружено. Но в то же время, об этом часто забывают, обнаружено 3,5-кратное повышение риска развития злокачественной опухоли печени, гепатобластомы, и 2,5-кратное повышение риска развития опухолей мышечной ткани, рабдомиосаркома. А также имеется риск развития опухолей глаз, гепатобластом. Как полагают некоторые исследователи, рак у новорожденных возникает не из-за искусственного оплодотворения, а из-за патологии в организме женщин, которые прибегают к ЭКО. Однако с этой теорией согласны далеко не все ученые. Последние исследования, проведенные в Лондонском институте детского здоровья, показали, что дети, зачатые с помощью ЭКО, почти не болеют раком. Мы еще не сказали о тех случаях, когда рак у матери возникает во время беременности, и он передается ребенку во время беременности. При этом таких случаев достаточно много. В США, например, фиксируется 3,5 тысячи случаев таких эпизодов в год. То есть ребенок рождается уже с ликозом, или с меланомой, или с лимфомой. В общем-то, тоже проблема достаточно большая. Почему, имея одни и те же условия жизни, одни люди заболевают раком, а другие нет? И отчего в одних районах раком болеют чаще, чем в других? Установлено, что австралийцы – лидеры по заболеваемости раком кожи, а в Гонконге чаще, чем в других местах, встречается рак носоглотки. По раку пищевода лидирует Франция, а Израиль в самом конце списка. Рак кишечника свирепствует в Северной Америке, тогда как индусы подвержены ему менее всех остальных. Раком печени часто болеют в Саиланде и крайне редко в Парагвае. Неужели, поражая каждую отдельную нацию, раковая клетка действует настолько избирательно? Но как работает этот механизм? Многие исследователи убеждены, причина рака кроется в поломанных генах. То есть сбой в ДНК может произойти в организме одного из родителей задолго до появления на свет потомства. Если потом такая яйцеклетка или сперматозоид участвовали в оплодотворении, то весь организм получает генетическую поломку, которая и будет передрасполагать организм к заболеванию раком. В России, например, есть регионы, где рак пищевода распространен больше. Это где-то к югу, ближе к монгольскому. Есть даже такая теория очень хорошая, одного известного покойного уже русского онколога, след Чингисхана. Он считал, что заболеваемость раком пищевода, что это характерно для монголоидной этой расы, они шли завоевывать на восток, на запад, шли-шли, и вот там, где они шли, там высокая заболеваемость раком пищевода. Но если эта теория верна, то получается, что всего один человек может стать прародителем целой нации, которая будет подвержена определенному виду рака. Ответить на этот вопрос смогли ученые из Академии наук Магадана. Группы ученых под руководством Мирослава Деренко опубликовали результаты своих многолетних исследований. Они выявили генетический след, который ведет к одному и тому же мужчине, который жил много лет назад. И этот человек – знаменитый Чингисхан. Он хорошо известен своими завоевательными походами, но оказывается, в свое время имел славу чрезмерно любвеобильного мужчины. Российские генетики обнаружили следы мужской хромосомы Чингисхана в генофонде почти двух тысяч этносов, населяющих территорию Евразии. К такому невероятному по своим масштабам распространению могла привести только сильнейшая увлеченность женским полом. Историки до сих пор спорят о том, что стало причиной гибели великого полководца. Многие обстоятельства смерти Чингисхана в летописях упущены и противоречивы. Более того, разные источники называют разные причины смерти. Одна из них – болезнь, которая буквально съедала изнутри лидера монголов. Именно поэтому некоторые историки считают, что Чингисхан страдал от рака. И если это действительно так, то значит, что рак может передаваться по наследству. Существует наследственный рак, безусловно. Выделяется от 5 до 10% видов рака, передающихся по наследству. Это уже наличие так называемых семейных форм рака. Доказано. Впервые это было показано семье Наполеона. Наследственную форму рака впервые писал еще в 1913 году ученый из Мичиганского университета Скотт Вартин. Любопытно, что сделал он это на примере семьи Наполеона Бонапарта. Мало кто знает, что в течение многих поколений предки и потомки французского императора умирали от рака желудка. Более того, например, недавно была статья очень хорошая, что и царских историков медицины, которые сделали очень просто. Они взяли штаны Наполеона Бонапарта и по ним смоделировали вес императора в различные годы жизни. И они показали, что он довольно сильно исхудал в последние годы и месяцы жизни. Заболевание где-то, наверное, длилось около года, может быть, два, судя по воспоминаниям. И очень-очень четко. Наполеон говорил, что известна его фраза, у него очень много известных фраз. Например, такая, что рак – это моё ватерлоо, которое зашло внутрь. Биографические хроники свидетельствуют, что раком желудка болел сам Наполеон и восемь его близких родственников. Сегодня около 10% случаев рака желудка в мире имеют семейную историю. Рак желудка чаще встречается у мужчин, а также у членов семьи со второй группой крови. Наличие двух родственников, страдающих, близких родственников, страдающими этим видом рака, считается, что существенно повышает риск развития у следующих, у детей и у родственников. В то же время обнаружены уже гены, которые почти с 70% вероятностью вызывают риск развития рака. Знаменитый солист группы «Нана» Володя Лёвкин. Популярность его была нереальна. Но в 2002-м Лёвкин вдруг перестал выступать, а потом внезапно покинул сцену. Только близкие люди знали истинную причину внезапного ухода со сцены. Лимфоузел вылез на теле, и я просто пошел узнать, что это такое. Что? Что это? Думал, может, грыжа, может, все-таки. И слава богу, что попал к специалисту, который, посмотрев, так скажем, все, говорит, а ну-ка, пойдем, УЗИ, КТ быстренько сделаем. И там прям по всему делу, он говорит, это что, даже не появлялся никогда, не разве? Нет, скупчий, я помню, ничего не делал. Опять-таки, вот увлеченность работой, она очень часто приводит к тому, что человек наследит за собой в какой-то степени. Долгие годы он списывал свое плохое самочувствие на обычное переутомление от гастролей. Все это время болезнь прогрессировала. Лишь шесть лет спустя врачи поставили диагноз лимфогранулематоз, рак лимфатической системы. К тому времени у Владимира была уже четвертая стадия. Четвертая степень, да, это очень сложно. И эти два года, которые я провел в больнице, они вычеркнуты из жизни только потому, что я не следил за своим здоровьем. Я до сих пор себя обвиняю в этом. Я себя очень сильно мордую, потому что эстрадой эстрадой. Гастроли, деньги. Так, чтобы раз в год вот это реально можно было увидеть на самом первом начальном этапе. И там никаких девяти курсов химиотерапии бы не было. Все бы было наоборот очень просто. Но на первые симптомы он даже не обращал внимания. Сначала была небольшая температура, все время 37,2. А потом появилась аллергия. Начали выпадать волосы. Он стремительно худел. Онкологи не давали ему больших надежд. Это был военный институт. Но меня очень быстро направили в институт крови. Валерий Григорьевич Савченко, один из светилок, академик. Ну, когда я пришел, меня посмотрел. Все точно наше. Значит, неделю тебе даю, через неделю приходишь. А говорит, если не придешь, мы встать, не отвечаем. Ну, там надо было собрать анализы, естественно. Мы отыграли концерт, как я помню. И я заехал к своему другу, чтобы он меня отвез. И рано утром он меня отвез в больницу. За один год Левкин перенес 4 курса химиотерапии. Стоял вопрос о пересадке костного мозга. Как предположили врачи, причиной болезни могло стать радиоактивное облучение. В 94-м группа «Нанай» ездила в Чернобыль с концертами. А спустя 8 лет болезнь Левкина уже достигла крайней стадии. Все знают, почему существует опухоль, откуда она взялась. Но вот почему эти клетки развиваются именно в том месте, где они не должны развиваться, этого не знает никто. На этот вопрос нет ответа. А насчет... Я задавал себе вопрос, что это? Кара, испытания, несчастный случай. Я задавал себе этот вопрос. Но все-таки я пришел к тому лично для себя, что это определенного рода испытания. Человек должен пройти через это испытание, но не дай бог кому-то проходить через это испытание. Худой и бледный он никого не мог видеть, потому что не было сил, а может просто не хотел. Когда ты в таком виде, на самом деле, вообще никого не хочется видеть. Я постоянно маму выгонял, а она приедела, там с утра что-то приносила. А есть-то ничего невозможно. Потому что там просто берешь и чувствуешь, что это вообще не понимаешь. И ни вкуса, ничего, такое впечатление, что это просто силос какой-то. Не есть невозможно, не спать невозможно нормально, не думать невозможно нормально. Где день, где ночь, невозможно. У тебя так уходят, меняют капельницы и все. Вскоре певцу сделали сложную операцию. Пересадили костный мозг. Врачи не давали никаких гарантий. Под капельницами он провел еще полгода, а потом не менее тяжелая реабилитация. Мышц нету. Ты заново начинаешь их отращивать. Кости очень слабые. Ты не можешь ходить. Ты в таком состоянии, что тебе нужна постоянно помощь. И каждый день ты начинаешь с того, что... Я шел до бульвара, возвращался. Я вот шел до того момента, когда понимал, что обратно вернулось. Возвращался обратно домой. И вот каждый день, каждый день. То есть вот так вот ходил, ходил, ходил. Ну, это практически, я говорю, два года на лечение, год на реабилитацию. Уже на второй день после возвращения домой Владимир Левкин задумался о гастролях. Он победил и вернулся в шоу-бизнес. Записывает новый диск и продюсирует молодых певцов. Рядом с Владимиром всегда Марина. Она стала его женой несколько лет назад. Но познакомились они давно, еще до того, как певец заболел. Мы встретились на творческом вечере Владимира Левкина. Бывают такие у артистов вечера, когда при поддержке фан-клубов организовываются любители артистов. И вот я была всего на одном таком. Это был вечер встречи с Владимиром Левкиным. Пришли такие же девочки, как я. Такие же симпатичные, наверное, такие же уверенные. Такие же влюбленные в него. Ну, как-то так сложились звезды. Будучи одной из сотен других фанатов, Марина, конечно, знала, что пришлось пережить ее кумиру. Но тяжелая болезнь и его победа над недугом лишь укрепили ее чувства. Владимир Левкин – отец двух очаровательных дочек. Старшая, 20-летняя Вика, недавно вернулась из Сочи, где работала волонтером на Олимпиаде. Младшая Ники недавно исполнилась полтора года. Но они с Мариной планируют еще двух. Владимир уверен, ради своих самых любимых он обязан был пройти через сложнейшее лечение. Курс надо пройти. А другого выхода сейчас нету пока. Все разработки, насколько я понимаю, являются экспериментальными. Особо их запускать пока никто не собирается. А экспериментальные разработки – это может лет 10 пройти еще. Для того, как их внедрят в массу. Поэтому в любом случае нужно пройти курс. Как угодно. На зубах. С помощью родных, с помощью докторов. А лучше родных и докторов. И самого себя. Но может причиной болезни Владимира Левкина стали вовсе не чернобыльские гастроли, а предрасположенность к раку, который он получил от отца. Не так давно папа певца Александр скончался от рака. Я заявил к нему перед тем, как поехать на гастроли. В принципе, мы, конечно, понимали уже все, но не хотелось в это верить. Богорел за месяц буквально. Ты понимаешь, что поделать уже ничего невозможно было. К сожалению, вот так вот сильный человек. Никогда не навязывал какие-то свои меры ощущения или мнения. Всегда был рядом, всегда вообще, наверное, самый настоящий друг, к которому можно было приехать и рассказать, что там творится. Большинство ученых склоняются к тому, что, несмотря на генетическую природу рака, многие виды онкологических заболеваний все-таки не являются наследственными. По наследству передается именно предрасположенность к возникновению рака. Я хочу еще такой интересный факт сказать, что если у женщины, которая в будущем заболеет онкологией, родится девочка, если ее не кормить молоком, если она не будет ее кормить молоком, то рак груди в этой девочке не будет. Но если родители болели, то возможность какое-то количество детей будет предрасположенной. Понимаете? Предрасположенной. В них могут быть, развиваться опухоли. Потому одни курят до 90 лет или работают под палящими лучами солнца и не болеют раком легких или кожи, тогда как для других эти факторы смертельно опасны. Если ген каким-то образом уже немножечко поломан, он может быть более хрупким, чем остальные гены. То есть ему требуется только маленькое изменение, чтобы вызвать вот этот симптом. Рак – это симптом. Вот это есть предрасположенность. Это может передаваться по наследству, в нескольких поколениях может ни к чему не приводить. В каком-то поколении произойдет случайное событие, ген сломается еще больше и приведет к формированию раковой опухоли. Этих генов, которые могут быть хрупкими, которые могут быть уязвимыми, их очень много. Не так давно обсуждалась новость, касающаяся актрисы Анжелины Джелли. Она решилась на двустороннюю мастектомию, операцию по удалению груди, чтобы снизить риск заболевания раком. От своей матери Джелли унаследовала ген BRCA1, ответственный за развитие рака молочной железы. Маршалина Бердран умерла в 56 лет после 8 лет борьбы с раком яичников. Риск развития рака груди они оценили в 87%, а после операции всего в 5%. Анжелина Джелли, известно, что она удалила железистую ткань грудных желез, заместила ее. Мне кажется, что это недостаточно, там нужно еще и, может быть, даже больше нужно, это и яичники. И, наверное, то, что говорят теперь, об операциях я уже так точно не знаю, но, наверное, это касается и этого органа. Он тоже очень-очень-очень подвержен развитию рака в связи с этой мутацией. Как давно в истории человечества существует это крайне опасное заболевание? Таким вопросом задались американские исследователи из Университета Манчестера Майкл Циммерман и Розалия Дэвид и пришли к выводу, что древние люди не болели раком. Они уверяют, рак – это болезнь современности, которую провоцирует экология, питание и образ жизни. Ученые ссылаются на то, что, обследовав сотню мумий Южной Америки и Египта, никаких следов опухолей так и не нашли. Не обнаружили они и упоминаний об этой болезни ни в хрониках, ни в сочинениях древних авторов. Однако онкологи из Британского центра исследования рака с ними категорически не согласны. Факторы, которые могут вызвать рак, всегда существовали в природе. Это ультрафиолет, естественная радиация и вирусы. Но поскольку люди в те времена редко доживали до 50 лет, то рак просто не успевал развиваться. В этом их поддерживает и львовский онколог Ярослав Шпарик. Есть исторические сведения о том, что даже в древние времена, задолго до нашей эры, люди болели раком. Это известно из ископаемых различных, это известно из хроник человечества. Многие известные люди, правители государств болели раком и умерли от этой болезни. Так что рак – это не какое-то очень новое заболевание. Название «рак» произошло от введенного еще Гиппократом термина «карцинома». Так он обозначал опухоль, которая внешне напоминает краба. «Описывали опухоли еще цирюльники, которые еще не были врачами, и которые просто на коленке оперировали. Если эти были поверхностные, они их удаляли, и тогда в некоторых случаях видели другое дело, что у них не было морфологии. Но они это называли, как только не называли, и чертовым мясом, и рыбьим мясом, что человек растет, что он проклят. Но тут целая история медицины». В древности практически единственным способом борьбы с раком оставалось удаление опухоли. Первое описание операции сохранил документ, который ученые считают древнейшим трактатом по медицине. «Рак существовал всегда, с тех пор, как начали развиваться животные. Рак был фактором в их существовании. На самом деле, сам аспект эволюции – это тот же механизм, который иногда может привести к раку. Первый зарегистрированный случай рака был 3600 лет назад в Египте. Древний египетский доктор написал трактат о том, как лучше всего лечить опухоли в груди. Ранний способ лечения был только через хирургию». Вот так выглядит этот древний медицинский документ. Невероятно, но египетский папирус сохранил идеи мудрецов, живших почти 4000 лет назад. Долгое время он был скрыт в хранилище редкой книги Нью-Йоркской медицинской академии. Одна из первых известных личностей, которая, как думают, умерла от рака, рака грудной железы, может быть, почки – это фараон Хадшепсут. Это женщина-фараон, одна из немногих женщин-фараонов 1500 лет до н.э. Сохранилась мумия. Эту мумию подвергли компьютерной томографии. Установили, что есть костные метастазы, которые характерны у женщины, наиболее характерны. Она в молодом возрасте умерла, 50 лет ей было. Они характерны для рака грудной железы или рака почки. И таким образом считают, что она жертва рака. Судя по историческим хроникам, рак был у фараона Тутанхамона, правителя древней иудея Ирода Великого и римского диктатора Юлия Цезаря. От рака умирали германские императоры, персидские цари и шотландские короли. Ими болели английские королевы Екатерина Валуа и Мария Тюдарт. Наверное, самая известная, и это описано даже в «Трех мушкетерах», это королева Франции Анна Австрийская. Она болела раком грудной железы, умирала в тяжелых муках. Описано даже в хрониках, как ее лечили, лечили различными ядами, что-то там прикладывали. Но она умерла. Умерла не молодой уже, 66-летней, но умерла от рака. Может быть, у нее причиной было то, что она замуж вышла очень рано, 15 лет. Но ребенка она родила в 37 лет. В 37 лет родила первого ребенка. Рак – самый древний и самый беспощадный враг человечества. Лекарства от этой страшной болезни десятки лет ищут ученые всего мира. Официальная наука заявляет, что вакцины от рака не существует. Ученые утверждают, что изобрести ее человечество сможет только тогда, когда поймет природу этого страшного заболевания. Что такое рак? Генетическая программа смерти, заложенная в каждом из нас? Или проклятие всего человечества? Рак – это болезнь человеческих клеток. Что-то портится в ДНК, которое говорит нашим клеткам, когда им расти, и они сходят с ума. ДНК должно говорить нашим клеткам, когда расти, когда делиться, распространяться или умирать. Во время рака что-то повреждает ДНК, и оно выходит из-под контроля. Некоторые виды рака потенциально могут быть запущены вирусами или бактериями. Однако большинство видов происходит из-за случайности. Например, генетической предрасположенности. Недавно австралийские ученые сделали сенсационное заявление о том, что им удалось найти лекарство от рака. Фармацевты из Сиднея утверждают, что впервые в мире разработали лекарство, которое разрушает пораженные раком клетки в организме человека. При этом здоровые клетки остаются неповрежденными. Медики намерены создать такое средство для лечения опухоли даже у детей. Об этих научных изысканиях хорошо известно сотруднику британского центра исследования рака Самуэль Готфри. Мы научились не только убивать раковые клетки, но и потенциально чинить их. Один из наших ученых исследует возможность инъекций вируса в наши тела, который будет путешествовать по телу и атаковать только раковые клетки. Когда мы сможем это сделать, мы получим возможность напрямую уничтожать раковые клетки, никак не вредя здоровым клеткам вокруг них. В ходе испытаний революционного лекарства австралийские ученые разработали 25 тысяч возможных вариантов вакцины. Но только один из них оказался эффективным. Препарат быстро разрушает каркас раковой клетки, причем действует против всех видов раковой опухоли. Создать подобное лекарство не удавалось еще никому. Ученые называют рак болезнью цивилизации. По смертности он занимает второе место после сердечно-сосудистых заболеваний. В борьбе с этой болезнью человечество использует самые современные технологии. Но иногда случается так, что эти же технологии способны вызвать онкологические заболевания. Неужели человечество бессильно перед этой страшной болезнью? В последнее время ученые предполагают самые нестандартные способы лечения рака. К примеру, американские врачи заявили о том, что можно использовать давно изученный препарат от СПИДА. Ученые университета Джона Хопкинса в Балтиморе посчитали, что медикамент подавляет развитие раковых клеток. Но каковы последствия такого лечения? И существуют ли безопасные методы борьбы с раком? Институт имени Герцена, головная онкологическая клиника в России, занимается не только лечением, но и ранней диагностикой рака. С недавнего времени там используется кибернож – современная эффективная технология, которая позволяет лечить самые сложные заболевания, в том числе и опухоль головного мозга. Кибернайф – это один из наиболее современных и совершенных аппаратов для лучевой терапии, если мы говорим о фотонной лучевой терапии. Он предназначен для лечения злокачественных новообразований в подавляющем большинстве случаев именно для этого, но иногда может использоваться и для других целей. Но, тем не менее, это оборудование действительно непосредственно привязанное к онкологии. Лучевая терапия уничтожает злокачественные клетки, которые формируют раковую опухоль. Однако, если раком поражены внутренние органы, облучение опухоли производится через здоровые клетки, которые тоже получают дозу опасных лучей. Формально, на самом деле, лучевая терапия позволяет подавить или уничтожить практически любые опухоли. Только те дозы, которые мы подводим, при этом могут оказаться совершенно непереносимыми организмом. Здоровыми тканями. Вот поэтому, как правило, естественно, лучевая терапия имеет серьезные ограничения. Но, тем не менее, благодаря появлению нового оборудования, эти ограничения сегодня становятся все меньше и меньше. Но в данном случае речь идет о локальном лечении. Точно так же, как хирургический вариант лечения, лучевая терапия относится к группе локальных вариантов лечения. Однако, лучевая терапия редко приводит к стопроцентному эффекту. А вот ее сочетание с химиотерапией может улучшить результат у каждого четвертого больного. Лучевая терапия в самостоятельном варианте сегодня практически не используется в онкологии. В подавляющем большинстве случаев это комбинация с хирургическими вариантами лечения. Раз, с любыми системными вариантами лечения, в первую очередь с химиотерапией. И сегодня комплексный подход – это основа онкологии. Опухолевые клетки быстро растут и очень быстро делятся. Эти отличия и распознают препараты химиотерапии. Однако, они наносят вред не только зараженным, но и здоровым клеткам. Многие нормальные клетки растут и делятся так же быстро, как и поврежденные. Клетки костного мозга, желудочно-кишечного тракта, репродуктивные системы и жизненно важные клетки крови. Они в первую очередь подвергаются вредному воздействию химиотерапии, которую пациенту назначают еще до проведения операции. Мы контролируем качество лечения любого воздействия, в том числе комплексного. Все-таки онкология – это всегда комбинированное либо комплексное лечение. Это, конечно, хирургия, это, конечно, команда из диагностики, конечно, хирурги, онкологи. Специалисты признают, как бы тщательно хирург не убрал опухоль, в следующие полгода, год у большинства пациентов наступает рецидив. Усилия официальной медицины направлены на уничтожение опухоли следствия, а не причины болезни. А значит, раковый фон остается в организме даже после операции. Так что я, может быть, вот это, то, что я говорю, оно звучит диссонансом от всеобщее мнение. Ой, опухоль, давай оперировать, давай все быстренько, радиацию, химию, все, давай мы сейчас. Да не спешите. Особенно это касается пожилых людей. Онкология у пожилых людей развязывается медленно. И с опухоли, с этой, можно без операции прожить 10-15 лет. Что и так само по себе хватило бы дополнить, понимаете? А с операцией полгода. Поэтому пусть наука и академики на меня обижаются, но я говорю так, как я думаю. Я ни под кого не подстраиваюсь, никому не поддакиваю. Я имею собственное осуждение. Онкологи признают, большинство их пациентов боятся побочных явлений, которые вызывает химиотерапия. Современные методы нацелены на снижение вреда. Одна из таких технологий применяется в Германии, в университетской клинике Фрайбурга. На специальном приборе побочные эффекты от химиотерапии снижают процедуры очищения крови. Здесь происходит забор крови у пациентки. Она проходит через большой насос, а потом попадает сюда, в первый фильтр. Здесь находится первый фильтр, где кровь протекает через эти капилляры. Кровяные клетки здесь сверху, как видно, имеют выраженный темно-красный цвет. Кровяные клетки просачиваются через эти капилляры, а плазма теперь проходит через отверстие в капиллярах. И потом она будет перекачана через вторую систему циркуляции, вот сюда. Процедура выполняется через двое суток после введения препарата. В таком аппарате кровь очищается от химических излишеств. Система отделяет плазму, которую пропускает через фильтр. И очищенная плазма возвращается пациенту. Мы видим, что фильтр полностью вымыл оранжевый оттенок и очистил плазму. И теперь эта плазма поступает назад, в концентрированную кровь, которую мы получили после первого этапа циркуляции крови. Смешивается с ней и после, уже будучи очищенной, поступает обратно к пациенту. Здесь внизу также находится система безопасности. Если воздух случайно попадет в систему, он будет сразу обнаружен и вытеснен. Ученые констатируют, что лишь небольшое количество химиопрепарата проникает в опухоль. Большая его часть циркулирует в крови пациентов и оказывает токсическое действие на весь организм. Но эта процедура выводит химиопрепарат еще до того, как он начинает разрушать здоровые клетки. Более того, этот метод не только сохраняет лечебный эффект, но и снижает побочное явление. Если медикамент однажды попал в опухоль, он уже никогда не выйдет наружу. Таким образом, спустя определенное время мы достигаем максимальную концентрацию в опухоли. Максимальное количество медикамента в опухоли. В качестве еще одного инновационного метода, который поможет снизить опасные воздействия на организм больного, медики предлагают метод хронотерапии. Под хронотерапией принято подразумевать такие виды лечения, которые учитывают наличие биологических ритмов. Поэтому в середине прошлого века одни очень жесткие немецкие веселые хронобиологи назвали схему по одной таблетке три раза в день трехразовый идиотизм. Если это касается большинства препаратов, которые используются, допустим, в той же кардиологии, то тут они абсолютно правы. Ученые установили, что раковые клетки делятся в основном в вечерние часы. Однако при химиотерапии под удар попадают и здоровые клетки, например, костного мозга, которые размножаются в утренние часы. Решить эту проблему можно, если принимать химиопрепараты вечером, когда здоровые клетки костного мозга отдыхают, а опухолевые активизируются. Если говорить о хронотерапии, то это не лечение времени, это использование эффективных препаратов в то время, когда они наиболее эффективны. Хронотерапия подразумевает под собой ту же самую терапию, где искомого результата по лечению удается добиться значительно меньшим количеством препарата, если он используется в нужное время. Мы же используем уже теорию гомеокинеза, пытаемся учитывать биоритмы и пристраивать лечение таким образом, чтобы оно было максимально эффективно и минимально токсично. Появление рака можно объяснить нарушением биологического цикла человека, стрессами больших городов, плохой экологией и многими другими факторами. Сейчас это страшное заболевание без преувеличения – одна из глобальных проблем на Земле. И хоть существует оно уже тысячи лет на нашей планете, и пока мы говорим о незначительном количестве случаев исцеления, надежда есть на то, что рак будет побежден.